Абхазия как никогда в этом году пользуется популярностью. Поток туристов вырос в несколько раз. Едут туда как на своих машинах, так и на экскурсионных автобусах. Утром выезжает из России 200 автобусов, столько же возвращается обратно. Досмотр самый тщательный. Если у вас товары подлежащие, то можно декларировать. Одни едут на длительный, отдал другие только на дневную экскурсию. Но в любом случае те и другие могут ознакомиться либо заранее, либо здесь же на месте с правилами пересечения государственной границы и со списком товара, который можно или нельзя провозить и что подлежит декларированию. Некоторых знают как дважды два, потому что пересекают границу несколько раз в месяц. Здесь живет дочь, сегодня я исполнился 50 лет. И везу подарки. Но чаще подарки для родственников везут из Абхазии те, кто едет на экскурсии группой и одиночные туристы. О том, что нельзя ввозить, а что можно и в каких количествах знают немногие. Пока не знаем, что хотелось прийти, посмотрим. Нельзя, наверное, считать, что домашнее вино нельзя провозить, по-моему, в большом количестве. А именно в большом количестве и стремятся взять с собой в Россию абхазское вино. Но провести через границу можно только 3 литра вина и 10 пачек сигарет. Все, что свыше, облагается пошлиной. 10 евро, например, за 1 литр алкоголя. На сегодняшний день 196 нарушений таможенного законодательства связано именно с правилами перемещения алкоголя и табачной продукции через границу. Ну, то есть физические лица ввозят, пытаются ввести с нарушением законодательства со стороны Абхазии алкоголя свыше 3 литров на человека, достигшего 18-летнего возраста, и свыше одного блока сигарет. С начала курортного сезона через российско-абхазскую границу прошло более 2 миллионов человек и 440 тысяч транспортных средств. Естественно, на территории автомобильного пункта пропуска Адлер все сделано для того, чтобы курортники не тратили много времени на досмотр. Но вот подчас незнание гражданами таможенного законодательства приводит даже к оформлению административных протоколов. Гелена Всевсина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.